Братья Павел и Андрей Гальчины, потомственные водолазы, их отец всю жизнь проработал подводно-техническим строителем. Сыновья, сначала старшие, а затем и младшие, решили пойти по его стопам. В старейшей водолазной компании республики Эпрон Плюс Павел трудится уже 7 лет. Андрей, который сейчас готовится к погружению, стал водолазом 4 года назад. Как признались братья, особых ритуалов перед спуском под воду у них нет. Разве что тщательная проверка аппаратуры и снаряжения. Нет, мы как гаишники жезла не натираем. В распоряжении водолаза баллон со сжатым воздухом, маска, страховочный кабель, с помощью которого также осуществляется связь груз, инструменты и, конечно же, теплый гидрокостюм. Зимой на дне Онега бывает прохладно. Если работаешь, то тепло, даже жарко. А если, как бы, ничего не делаешь, просто за чем-то наблюдаешь, то, конечно, можно замерзнуть. Сейчас бригада водолазов работает на территории судостроительного завода, занимается ремонтом слипа, рельсового пути для спуска и подъема судов. Длина этой железной дороги около 70 метров, и большую ее часть можно ремонтировать только под водой. Видимость на дне не более полуметра, и чем дальше от берега, тем темнее. С помощью отбойного молотка Андрей Гальчин размывает грунт, чтобы выровнять рельсы. Работа ведется на пятиметровой глубине. Водолазам, находящимся на поверхности и контролирующим погружение товарища, тоже приходится нелегко, в первую очередь психологически. Самое сложное – быть уверенным, то есть ты постоянно переживаешь за водолаза, который находится под водой. Постоянно нужны проверки. От этого жизнь все-таки зависит. Любоваться подводным миром и думать о вечном у водолаза нет ни времени, ни возможности. Все мысли только о поставленной задаче и технике безопасности. Не менее важно следить за дыханием. Каждый вдох и выдох под водой стоит усилий. Поэтому первый свободный глоток воздуха на поверхности для водолаза – настоящая награда за успешное погружение. Воздух в баллоне чище, но хочется просто от свободного вдоха, не от аппарата. Просто приятно вдохнуть на поверхность. Ежегодно рядовой подводно-технический строитель совершает около 200 полуторачасовых спусков. В среднем это 12 суток, проведенных под водой. Почти две недели в году водолаз живет в совершенно иной стихии – там, где человек в сущности является чужаком. Возможно, поэтому в рейтинге профессий с особо вредными и тяжелыми условиями труда водолазное дело занимает отнюдь не последнее место. К сожалению, совершить настоящее погружение у нас не получилось. Для этого нужно проходить обязательную подготовку и получать допуск. Однако, примерить настоящий водолазный костюм и прыгнуть в майну, так на языке профессиональных водолазов называется прорубь, нам удалось. Почти как на крещение, только тепло. Александр Лычагин, Александр Борисов, телеканал «Нико плюсов». Она вопросна, что дел建цей о100% Первое будущее – в I screaming в главном Dieu «Нико плюсового». Г492 decade7 Болгут мне обратно insgesamt Л ALS Болгут мне, Болгут